Приветствую вас. ПАС в панической атаке не возникает именно конкретно из-за пищевого поведения. ПАС возникает из-за страха и из-за тревожности. Страх и тревожности возникают по очень многим причинам. Указывает человеку что-то свое. И у вас вот эта вот общая тревожность, да, она имеет, вероятно, для вас большое значение. Вот. Раз вы так на это отреагируете. Но причина именно все-таки вот в том, чего именно и конкретно вы боитесь. То есть причина не в том, что вы что-то делаете. А причина в том, чего вы боитесь. Вот вы боитесь, говорили там, что вы свою жизнь боитесь. И соответственно это то, что он делает по возможности. Это постоянный страх и тревога. Вот. Какие у этого причины? Однозначно, на мой взгляд, сказать нельзя. Именно однозначно сказать нельзя. Вот. Тут нужно только разбираться. Совершенно абсолютно. А тут нужно только разбираться. То есть тут вот последовательная история про психотерапию. То есть вам нужна психотерапия и чтобы лучше вот себе разобраться. Дальше. Так. Ну сможет ли быть так сказать? Помню, Григорий назад примерно худел. Похудел я за три месяца на шнадцать килограмм. Нажимал в первую пару. Но, опять же, мне очень понятно, зачем вы худеете. Вот. Было очень страшно. Вот это вот. Про страх. Я думаю, Светлана, что глобально, если говорить именно глобально. Вот. Глобально проблема в том, что вам нужен этот страх для чего-то. То есть, например, вам нужен этот страх, допустим, чтобы чувствовать себя, к примеру, важный, к примеру, значимый. А, ну, как-то, как-то вот по-другому у вас не получает, не получает. Именно вот по-другому не выходит. И вот этот момент очень важный. Так мне кажется, опять же похудение, да, это вот такое непринятие для себя здесь иметь, ну, иметь место быть. Дальше. Значит. Так. Пабыл сразу на стихии. Именно с темиономером волонзировал прямо перед нами. Спасланы, когда это все случилось. Ну, опять же, здесь есть страх смерти, вероятно. Это всегда про определенную такую пустоту в жизни человека. Эти пабы были примерно полгода после родов. Беременные с родом. У меня тогда было все страхи, но сами роды были очень тяжелые, предположительные. После выпуска была в больницу, из-за того, что все произошло, мне делали операцию, потому что наркозом. Ну, да вот опять же, что-то, 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 что-то страх, это все, знаете, про какую-то вымученность вот здесь вы говорите. На мой взгляд. Дальше. Эээ, так, значит, эээ, так, ээээ, когда спустил. Я боялся в спокойных условиях конца света. Ну, это правда смысл жизни, про наполненность вашей жизнью, вашей, вашей жизнью. То есть, да, вы, вы замужем, да, вы, у вас есть семья, но, вот, вполне вероятно, что сами вы, по себе, вы, к себе относитесь, ну, скажем так, не лучшим образом. Вот, что все получилось. Такая история. Вполне, ну, вполне может, вполне может быть. Дальше. Так, ээээ, потом я опять все забеременела, это, по счастью, месяц по здоровью прыгала, вся месяц опять случилась. Да, но здесь я, в основном, боялась здоровья, погода жизни. Ну, видите, то есть, как-то вот, безознательно все, да, то есть, вы боитесь здоровья, но вы рожаете второй раз, да, то есть, вот, вы боитесь свое здоровье, боитесь смерти, то есть, это, вот, опять же, просто несложительный. Когда я худела, в этот раз по здоровью начинала накрывать пазы. Зачем худели, непонятно. Был маленький капорасик, а, видимо, организм, большую. Так больше нельзя, начинала об этом всяческих сигнализировать. Ну, а вы прислышались к организму-то? К ловокручению, начинала себя накручивать и доводить до паз. Это потребность его внимания у нас здесь идет. Потребность его значимости. Ибо боялась, что она опять наградит, так ему просто накручивала себя. Хочу понять, есть не связь и как побороть паза. Работать с приводностью, страхом, с выгодой, которую вы получаете из паза. Измученный организм, постоянно недоступливая, тревожность. Еще, ну, смотри в проходную комнату в моем доме. И как так получилось? Что будучи тревожнее, вы живете в проходной комнате. Купили дом в загородном, но приедем туда не раньше местной, мне немного чего-то установить там для жизни. Почему это грустно? Вы молодцы, вы молодцы, что купили дом. Сейчас я тоже худею, зачем? Ем эти 1200 калорий. После семени я вообще, после обеда, как сегодня, не могу даже долго идти по улице. Кажется, что сил нет. Будет сейчас закрустно, упадываю. Давайте для начала мы разберемся с тем, почему вы худеете, для чего. А дальше, в принципе, уже можно будет разбираться. Опять же, диета откуда у вас? Ну, то есть, кто вам эту диету там назначали или как? Да, да. То есть, вот. Такая вот штука. А вот с этим, с этим вот нужно разобраться на мой, на мой, на мой, ну на мой взгляд. На мой взгляд нужно разобраться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok